Без отопления, канализации, вечными перебоями с водоснабжением вынуждены жить десятки семей столичного жилого комплекса Даулет-Кирей. Люди говорят, что заселились в недостроенные многоэтажки три года назад. С тех пор застройщик так и не сдал жилой объект в эксплуатацию. В результате новостройка осталась без коммуникаций. Мира Альжанова разбиралась в коммунальной проблеме. Помогите нам, помогите. Мы устали, просто-напросто устали жить в этом доме. Мёрзнут своих собственников жильцы Даулет-Кирея вот уже третью зиму. Причина в том, что многоэтажный дом не подключён к центральному отоплению. Но ежемесячно за тепло владельцам приходится платить в среднем по 60 тысяч тенге. Хотя люди используют электрические обогреватели. С наступлением холодов возникает перебой из подачи воды. Трубы замерзают. Мы-то КСК не можем создать. ОСИ не можем создать. Он не сдатый дом. Мы сами, жильцы, собираемся и что-то делаем. Но это, знаете, это на пределе. Мы сами не сантехники, ничего. Во время купли-продажи застройщик якобы обещал клиентам квартиры бизнес-класса. Многие жильцы, поверив на слово, заплатили подрядчику по 20 миллионов тенге. А кто-то и в разы больше. В этом подъезде проживает всего три семьи. У всех есть дети. По словам жильцов, строительные работы здесь не ведутся уже который год. Людям некуда идти. От безысходности им приходится жить в плохих условиях. Десятки семей живут прямо по соседству, сброшенной строительной площадкой. Тем временем застройщик разводит руками. Говорит, что в течение двух лет оплачивал все расходы по электроснабжению, уборке двора и подъездов. А вот сроки сдачи объекта в эксплуатацию зависят якобы не от него, а от сложившихся обстоятельств. У нас должны были быть центральные коммуникации все. То есть отопление в том числе. Но так как вот эту дорогу, которую к нам ведут 150 лет Абая, до конца не достроили, и сети должны были идти по этой дороге. Там, я не знаю, какая-то или кража была денег, или что там, какие процессы были. Но к нам центральное отопление так и не дошло. Но в этом году, слава Аллаху, нам обещают подвезти газ. Вот обещают его подвезти в декабре. Между тем, в районном Акимате заявили, что все коммуникации строительная компания должна подвезти самостоятельно, без помощи властей. Он должен довезти сначала этот дом до конца, до ума. Только после этого разрешать жителям заселяться в данные дома. Застройщик в этом случае должен все делать самостоятельно и вводить дом сам, согласно закону об альтурной и градостроительной деятельности. Это включается и самого дома, и включается подключение сетей. В районной администрации посоветовали жильцам обратиться за помощью в правоохранительные органы, поскольку ранее руководители стройкомпании оштрафовали и предупреждали. Но никаких выводов из этого застройщик, видимо, так и не сделал. Мира Альжанова, Нурлан Утигенов, телеканал АМАТЭ, Нурсултан. Спасибо.